Сначала по поводу персика. Я купила с Аленсом Сергея Вишнева с первого. Решила, пока я учусь, я расчувствую с Аленсисенса, пусть же будет начинать формировать мой сад. Персик, на первый взгляд, хорошо перезимал зиму. У нас было очень много тяжелого снега и морозы до 40. К сожалению, не сфотографировал персик в мае. Почки набухли и ничего не предвещало беды. Потом было резкое похолодание и являлась сильнейшая засуха при жаре до минус тридцать пяти. Персик не сохранил, но пошла молодая побега от стола и корни. Я приложил обход, а годятся Аленсисенки. Вот смотрите, тяжелейшая, понятно, зима, кто бы спорил. Посадка на холм, так. Вот, наверняка не укрывала, про укрытие ни слова. И вот они до 40, и вот подмерз. Ну, до того мы, как эту даму-то зовут, до того мы с сырой, с сырочкой, с сериночкой, и живем на свете, чтобы дыль унимается, и вот эти ветки нижние не отрезать. И вот ни отреза в нижней ветке, заметьте, никакого штамба полметра. Ведь он был бы мертв, согласитесь, сто процентов, если бы она вот эти все отрезала бы. Вот он присылает ей, Сергей, и ни одного снизу не отрезанного этого веточки. И так и растет. Ну, подросла. Скорее всего, здесь было отрезано ради посылки или ради пересылки, ради этого, так называемая предпродажная подготовка. Вот. Он выбросил побеги, и они замерзли. На здоровье. До сорока, открытая форма. Еще прошло лето. Здрасьте, пожалуйста. Она теперь спрашивает. Можно брать на привык? Да нужно брать на привык. Второй вопрос. По яблони. Тоже от Сергея. Пепель Шафраны. Она неожиданно должна приучить ее. Вы знаете, нашей стране, чтобы неожиданно дала приучить урожай, это такая редкая случай. Обратите внимание на ее реакцию. Я по этому поводу в панике. Видите внимание. Вам нравится? Мне нравится. Вот она была посажена. Вот тут они были отрезаны. Вот они выбросили побеги. Вот. И тут же зацвели. Нормально, да? Вот. Вот. Она была в панике. Весной 21-го года это был прутик с корешками. А осень 22-го урожая. Предсмертный. Да какой предсмертный? Почему предсмертный? Посажена на холм. Я еще вот это. Она взяла и фотографировала низ. Помните эти страшные, эти самые? Я вам потом покажу, как учат. Вы должны были взять, уважаемая Ирина, это не я учил, а эти, обзывать неудобно. Взять нож и осадку. И вот так вот метр-два. Так вот. До самой земли. До такой, это самую глубокую рану. Так. Вести, вести. И еще несколько таких. И вот это, думаю, что ты, подлец, делаешь? Я потом покажу эти инструкции. А люди же поверят. И вот получается. Ну что? Садимся, как садимся. Так. Поздравляю. Паника. Паника. Я горжусь такими садистами. У нее паника. Предсмертный урожай. А предсмертный урожай, это термин это. Учитывая, что многие калечат, что он вместо того, чтобы погибнуть вначале дает урожай, а потом погибает. Я ввел новый термин в садоводство. Предсмертный. Я ввел. Я всегда горжусь тем, что удается что-то сделать умное. И раз он предсмертный, и вы знаете слово предсмертный, значит, вы уже что-то соображаете. Но в данном случае паники никакой. Поздравляю. А это альтернатива. Смотрите. Железов Сергей. Доктор наук. Своими руками. Целый фильм есть. Он есть у меня в архиве. Целый фильм. Это как он выбирал Сардинес, чтобы показать всей стране вот это чудо, этого корреку, который он с умным видом садил в яму, делал бордюры. Представляете? У меня есть целая серия фотографий. Я просто выбрал самую подходящую. И без его физиономии. Вот. Пусть живет. Юрий Железов брат. Мои наблюдения за осенним садом. Открываем. Смотрим. Я по комитеру первую, третью фотографию. Черенок абрикоса фаина. Привит на порость местной сливы в двадцать в первом году. Прошли себе почки. Сейчас это получается на второй год. Осень. Листья на ветке из нижней почки пожелтели. А листья на верхней почке зеленые. Хочу удивляться. У них в разных условиях живут. Вот. Там не желтые. Процессы идут быстрее. Она ниже расположена. Условия разные. Даже на одном дереве. В зависимости от местонахождения. Совершенно разные условия. Они не должны желтеть в один день или сейчас. А вы спрашиваете почему? Это брат мой спрашивает. Это все нормально. Вот. Но это я пропускаю. Потому что тут особо нечего комментировать. А вот это интересно. Вот это вот фотография. Почему? Вспомним фотографию выше. Там саженец в первый год. После первого года прихватило морозом. Помните? Минус сорок. Персик. Вот. А потом остановился. И вот так же у Железова брата моего Юрия. Вот. И тут написано. На двух фото. Персики. Приславное Железов ВК. Это бляжь. Наверное. Железов ВК. В ноябре девятнадцатого года. В двадцатом и двадцать первом. Развивались хорошо. Даже заложили. Теточные почки. Постоянно с южной стороны забора. Тепловая подушка. Видите? Мой брат знает этот термин. Вот. Они удобные эти термины. Вот. Поэтому я их внедряю в эту практику. Вот. Тепловая подушка. После холодной зимы. Почки распустились. А затем стали глянуть. И совсем листья облетели. Деревцы, видимо, погибли. Даже не погибли. Живые. На снижней части штаба в обоих деревьях начались новые побеги. Вот. И к двадцать девятого сентября перешли по высоте засохшие. Вот такое наблюдение. Короче. Я в таких случаях. У меня такой же тоже и сам. Я показывал его. Ну. Я прям даже сухие ветки не обрезаю. То лень. Да. И они постепенно в листве скрылись. Сухие. После первого года у меня так же точно было. Все как у той дамы. Как у тебя брат. Все одинаково. Первый год пережили. А дальше все нормально будет. Так что ничего страшного я не верю. Пока. 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 Пока.